Это итоговая программа День с толком. Меня зовут Анастасия Дороган. И сегодня мы расскажем вам, чем запомнилась эта неделя. Главная новость недели. Военкоматы страны входят в цифровой мир. И теперь повестки будут электронными. И приходить в кабинет на сайте госуслуг. Сайте, в котором все мы регистрировались, чтобы проще было получить справку, узнать про налоги и штрафы, записаться в поликлинику и в очередь на детский сад. Скоро эта система будет делать автоматическую рассылку мужчинам призывного возраста. За несколько дней закон приняли в Госдуме. Его уже подписал Совет Федерации. Если до этого повестка считалась полученной, если сотрудник военкомата передал ее вам лично в руки, то теперь достаточно отправить повестку в кабинет госуслуг. После этого момента на мужчину накладывается сразу несколько ограничений. Нельзя выезжать из страны, регистрировать права на недвижимость и статус индивидуального предпринимателя и самозанятого. Нельзя взять кредит. Право управления транспортом ограничено. Вместе с тем будет сформирован единый реестр воинского учета. Там будут указаны имя, фамилия мужчины, личные данные, СНИЛС, ИНН, место жительства или пребывания, гражданство, информация о месте работы, образование, информация о направлении к нему повесток, их получении, явки и неявки, административной или уголовной ответственности мужчины. Россияне в большинстве своем восприняли новые правила негативно. Эксперты же не спешат наклеивать ярлык на закон. Мы пообщались с юристом Людмилой Жгун и политологом Константином Лукиным, чтобы немного разобраться в наступивших изменениях. Прошедшая мобилизация выявила огромное количество недочетов в деятельности военкоматов. И в первую очередь это было связано, что абсолютно все в военкомате было в папочках, бумажечках и никакой общей базы. Подготовки к этой общей базе не было. Предприятия, которые должны были вести воинский учет, не вели воинский учет. И, соответственно, отсюда мы во многих регионах видели проблемы, связанные. Не того призвали, не туда призвали, не по ВУСу призвали. Человек отслужил, а у него давно уже второе высшее с кучей всего, а не было данных в военкоматах. И самое главное, что в этом законопроекте сейчас приняли, это создание единой цифровой базы. И это отвечает духу времени. Ну и, собственно говоря, как раз проблема в мобилизации показала надобность и скорейшую надобность создания этой единой доступной базы. ТСЖ, управляющая организация, учитывая сейчас финансовое положение, очень многие содержали паспортистов. Так вот, в обязанности паспортистов входила весь перечень переписки лиц, которые подлежали определенному учету. Военкоматы просили, писали заказные письма о том, что предоставьте данное сведение. Что значит предоставить данное сведение? У нас же закон о персональных данных. Многие просто-напросто запрещали предоставление своей информации иным органам. И поэтому, естественно, когда приходило письмо, паспортист, она могла, либо лицо, которое ответственное, многих должностей не было, это паспортист, но все равно не отвечали за это. И фактически вся информация шла, либо переписывалась с прошлых лет, это неточная информация, поступала в военкоматы. И, конечно, поэтому много и нарушений, как говорится, лицо знало, не знало. В настоящий момент я считаю, что в принципе, что люди должны получать информацию в полном объеме, хотя бы через госуслуги. Правомерен ли такой подход к вручению повесток? Можно ли сказать, что это? Ну, собственно говоря, здесь сделали два новых вида вручения в повестке. Первое заказным письмом, второе через госуслуги. При том, что по госуслугам будет отправляться только тем, кто есть в госуслугах. Ну, собственно говоря, и речь в законопроекте идет либо о тех, кого призывают на срочную службу, либо тех, кого призывают на военные сборы, пиджаков так называемых, как их называют. Ну, и, собственно говоря, по электронным будет отправляться там, где есть у человека госуслуги. Нельзя сказать, что вот там кинули тому, у кого нету. Все-таки база позволяет оценивать и распределять наличие человека в сети. То есть не пришлют того, у кого нет интернета. Ну, это будут так делать? Тому нет. Вот тому, у кого нет интернета, это не пришлют, не будет этого. С другой стороны, ну, а, собственно говоря, повестка, отправляемая заказным письмом, ничем не отличается от повестки суда, отправленного заказным письмом, или любых органов власти, которые налоговые отправляют заказными письмами. И это считается достаточным тем, что тебя действительно уведомили о том, что есть. Собственно говоря, вообще, как раз с точки зрения у колониста подсрочные службы, они как раз правовую коллизию закрывают таким образом. А можно ли назвать какие-то все равно нестыковки в этом законе? И какие конкретно? Вот они же есть. На данный момент закон пока пустой. Любой законопроект, который касается всей территории России вообще, и взаимодействие между разными службами должен быть, вокруг него должно быть еще много нормативно-правых актов, которые там, межведомственные взаимоотношения прописывают, прописывают разные системы, там, вот, если так, то так, да, а при этом в межведомственные, да, там все равно задействованы и органы, там, опеки, и МВД, и вот, ну, вот разные ведомства, да, и в этом плане пока закон в этом плане голый. Но сначала необходимо принятие нормативной базы большой, вот этого закона, да, а в дальнейшем каждое ведомство, вот сейчас в течение полугода обязаны вот прописать те нормы, каким образом правоприменительная практика будет у этого законопроекта. Спустя рукава нельзя к этому закону относиться, да, а именно в том плане, что ты обязан будешь теперь хотя бы раз в неделю смотреть на госуслугах, а не было ли такой повестки? Как говорится, поживем, увидим, что дальше будет. Но, в принципе, я считаю, что, как бы, порядок он должен быть, да, то есть я, ну, наверное, может быть, не за все то, что там указано, да, потому что это, конечно, я говорю, еще трактовки будут, и пояснения, и практика будет устанавливаться медленно, но еще, конечно, нагрузка, наверное, на суды возрастет, потому что жалобы, конечно, наверное, думаю, что по этим поограничительным мерам они будут поступать. У человека есть права, но есть и обязанности. И в этом плане служба в армии, срочная служба у призывников, является обязанностью человека, и уклонение от обязанности должно караться. Если раньше все, что могли, это там работники военкомата вместе с участковым пытаться бегать и найти, да, то теперь просто прописаны более точные условия для и поиска, и всех остальных мер воздействия. И вот с точки зрения государства, это правильное решение того, что раньше не могли делать, потому что не было законов. И это, опять же, это ничем не отличается, например, от тех, кто там не платит штрафы, не платит алименты, им ограничивают те же самые вещи. Нельзя выходить за рубеж, нельзя... Ну нет, здесь побольше, по-моему. Нет, 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 нет. Практически те же самые условия. Возьмем Израиль, да, в Израиле даже женщины проходят срочную военную службу, да, и там это считается нормой. Вот там уклонисты могут быть, ну, только там по суперрегелезным основаниям, но при этом они проходят альтернативную службу. При этом закон об альтернативной службе у нас уже принят, да, и в данном случае, ну, не желаешь ты с автоматом защищать родину и проходи альтернативную службу там в госпиталях, там, в хозяйственной деятельности и так далее, да. Вообще это правомерно запрещать выезд из страны? Ведь у нас, ну, как бы, вроде бы свободы перемещения. Здесь я затрудняюсь сказать, потому что это перед... Ну, во-первых, вы должны явиться и выполнить свою обязанность, да, отметиться, вы решите этот данный вопрос. А, ну, я еще раз говорю, это дисциплина, да, дисциплина, которая должна нами исполниться. То есть игнорирование, ну, это же воинский учет фактически, да, и вы должны это исполнить. А госуслуги это не станут сейчас таким сайтом, которого все начнут, собственно, бояться? Это как вот просто... Опять же, трогает, трогает небольшое количество, да, тех, кто там, вот, там, либо там к военной сбору подходит время, либо тех, кто действительно на срочную службу идет в призов армии, да. При этом, ну, смысла избегать. В этом плане, ну, уклонист, он сейчас бегает, потом будет бегать, ну, он вот так и будет бегать, да, он уже решил вне зависимости, как это будет, да. А в этом плане то, что госуслуги будут чем дальше, тем входить, ну, тем больше входить в жизнь, ну, это тоже понятно, да. Удобно платить штрафы, записываться в поликлинику, смотреть любые льготы, оформлять любую бумажку, не там, ходя по чиновникам, да. И в данном случае еще, ну, еще один большой пласт подвязали, вот, воинкоматы к госуслугам, и это тоже будет вполне нормально, да, потому что в дальнейшем мы увидим, что у тебя и в этом плане будет там, ну, вот как ты сейчас в госуслуги входишь там в личный кабинет в налоговый, можешь видеть, да, сколько у тебя там налог на землю, там, на квартиру, на машины, оплатить все это. Так и там, ну, и внесение изменений можешь отсматривать, да. Так, собственно говоря, изменения будешь вносить в личном кабинете, например, в военкомате. И это тоже удобно, да. В этом плане там наличие высшего образования, там, это же все ведет к изменению военной учебной специальности в том числе. И вот большая цифровая база, ну, вот как раз поможет избежать тех больших проблем, с которыми вот мы столкнулись в течение 22-го года. Единый реестр воинского учета должен заработать к сентябрю. К этому времени должны проясниться некоторые моменты. Например, что делать человеку, если у него нет аккаунта в госуслугах, или у человека нет компьютера и телефона с выходом в интернет. На этой неделе в Барнауле завершилось рассмотрение громкого дела. 13 лет колонии строгого режима, 30 миллионов штрафа и невозможность занимать должность в течение 10 лет. Такой вердикт вынесут арбитражному суде Алексею Городову за получение взяток в особо крупном размере. По версии следствия, судья за деньги выносил нужные решения. Судебный процесс длился почти два года. Городов свою вину категорически отрицал. Подробности далее. Следователям удалось доказать получение городовым взяток по шести эпизодам. На общую сумму почти 5 миллионов рублей. Он уже третий арбитражный судья, которого обвиняют в коррупции. Двое его коллег Руслан Терри и Владислав Колесников осуждены. Получили по 7 лет колонии строгого режима. Один свою вину признал полностью, другой частично. Чтобы возбудить дело против Городова, понадобилось представление главы следственного комитета Александра Бастрыкина. Доводы обвинения в анализируемой части я не признаю, оспариваю в полном объеме, считаю их полным вымыслом и оговором. Денежных средств долгового я не получал. Последний для их передачи в мой кабинет в указанное обвинение время, в том числе в сопровождении Питсуна, не входил. Денег мне не передавал ни в кабинете, ни в помещении суда. Городов в течение всего судебного процесса свою вину отрицал, настаивая, что денег не брал, противоправных действий не совершал. А группа свидетелей просто его оговорила. В их числе называл имя Алексея Долгова, юриста и бывшего арбитражного управляющего. По данным следствия он принимал участие в пяти эпизодах получения взяток Городовым, а позже активно сотрудничал со следствием. За нужные долговые решения по делам о банкротствах арбитражный судья Городов получал по полмиллиона рублей. И это еще не все. Следствием и судом установлено, что в 2010 году судья Городов за общее покровительство по службе, в виде вынесения в будущем судебных актов по находящимся у него в производстве дела и определение о введении процедуры банкротства в отношении юридического лица получил в качестве взятки автомобиль марки Toyota Land Cruiser Prado по существенно заниженной цене от финансово заинтересованного в этом лица гражданина Долгова. Выгода от приобретенного автомобиля для Городова тогда составила 360 тысяч рублей. Кстати, в своем последнем слове Алексей вспомнил, как честно строил свою 28-летнюю карьеру и как неоднократно даже люди, им осужденные, говорили добрые слова в адрес следователя, а в начале карьеры он был следователем, а позже судьи. В данном уголовном деле у нас налицо процессуальный терроризм. На протяжении трех лет выдавить из меня, именно выдавить признательные показания, чтобы я признался в том, чего в принципе не существует. На время следствия и суда полномочия Городова как арбитражного судьи приостановили. На его имущество стоимостью 10 миллионов рублей наложили арест. Городов же настаивал, что стоимость имущества превышена и вообще тот самый долгов из-за межличностного конфликта, который когда-то произошел между ними, пообещал лишить города Мамантии и своего добился. Я не буду просить смягчения озвученного строгого обвинения. Там на два, на три болезнь, дети. Нет. Я буду просить рассмотреть дело по справедливости, по закону, с вынесением только оправдательного приговора. Несмотря на все доводы обвиняемого, а сам Алексей был на протяжении двух последних заседаний весьма красноречив, суд не встал на его сторону и вынес обвинительный приговор. 13 лет колонии строгого режима и 30 миллионов рублей штрафа. Городова взяли под стражу прямо в здании суда. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин, Дмитрий Денисов. День с толком. Недовольство водителей скоропомощи кажется услышанным. Губернатор Виктор Томенко распорядился, что водители будут получать дополнительные стимулирующие выплаты в размере 5000 рублей. Об этом глава региона заявил в своем телеграм-канале. Изменения коснутся 600 сотрудников. Глава региона подчеркнул, что работа водителей скорых – тяжелый труд. Поэтому он принял решение поддержать их и поручил Краевому Минздраву до конца апреля перечислить средства за все 4 месяца 2023 года. Вместе с дополнительной выплатой зарплата водителей должна вырасти на 15-17%, подчеркнул губернатор. Виктор Томенко добавил, что в конце марта в Алтайском крае ввели региональную выплату для специалистов, работа которых не входит в ОМС. Например, для психиатров, наркологов, птизиатров. На их поддержку в край заложили 70 миллионов рублей до конца года. А через несколько часов православный мир начнет праздновать главный христианский праздник – воскресение Христова. Самое масштабное богослужение в Барнауле в этом году пройдет в Александрневском соборе. В полночь там начнется крестный ход. Впрочем, богослужения в эту ночь пройдут во всех храмах. Накануне этого светлого праздника мы пообщались с протеереем Георгием Крейдуном. С какими мыслями нужно идти в храм в этот праздник? Что делать, если вы не можете попасть в церковь? И как в целом подготовиться к этому празднику? С протеереем пообщался Дмитрий Дроздов. Традиций очень много. Пасхальная еда – это куличи, это творожная пасха, пирамидками, такими с оттисками креста. Это и крашеные яички, конечно. То есть все это становится, так сказать, готовится для того, для разговения. Разговение предполагает все виды разрешенной еды. Поэтому вот есть, конечно, еда, как говорят, осквероненная, там еще какая-то вот. Ну, такую еду в любое время нельзя есть, ну, если там какие-то, может, такие экстренные ситуации. Поэтому любое, и мясо, и яйца, и, ну, все, что кому нравится, здесь без всяких ограничений можно употреблять. Только не забывать о том, чтобы не перестараться, чтобы праздник не превратился в болезнь желудка. Разговения люди совершают непосредственно после литургии праздничной. Кто-то ночью, допустим, идет на литургию пасхальную, и уже после ночной литургии, возвратившись домой, они разговляются. Кто-то идет на утром воскресенье на богослужение, и уже после этого возвращаются, разговляются. Ну, а так обычно в течение всего дня, в воскресенье, люди идут в храм. Не обязательно, так сказать, чтобы побывать на богослужение, просто поставить свечи. Вот, некоторые даже позвонить хотят в Кавакова, потому что в эти дни разрешается всем желающим позвонить в церковные Кавакова. Храм, конечно, это дом Божий, прежде всего. Это место чистое, как еще в народе любят говорить. Действительно, здесь мы идем на встречу с Богом. И, конечно, вот когда, допустим, люди идут к какому-то большому начальнику, то они к этому готовятся, одеваются красиво, думают, что сказать, чтобы лишнего ничего не произнести. Вот, так здесь мы идем к самому большому, если так можно говорить, начальнику нашему, к создателю, к творцу. И поэтому, конечно, во-первых, мы должны более-менее красиво, опрятно одеты, можно и празднично быть одетому, вот, с хорошим, конечно, настроением. Более того, есть даже молитва, идущего в храм. То есть, человек начинает готовиться к встрече с Богом, идя в храм, уже по пути, на пути. Он уже думает о том, что он будет делать, о чем он помолится, что он будет просить у Бога. Поэтому, конечно, нужно готовиться, вот, внешне, мы сказали, одежда, вот, и, так сказать, хорошее настроение, если так можно говорить. Ну, и внутренне, конечно, духовно. И понятно, что, ну, наверное, нет смысла идти в храм с плохими мыслями, потому что, нет, если, конечно, бывает, человеку очень тяжело и трудно, то можно идти в храм для чего? Для того, чтобы успокоиться, для того, чтобы освободиться от этих мыслей. То есть, если человек в каком-то таком состоянии, тяжелом, психологическом, ничего страшного, можно идти в храм. Если он не может там побороть себе какое-то внутреннее расстройство или еще что-то, нужно идти. И уже здесь просить у Бога облегчения, помощи. Дома можно попеть пасхальное песнопение, взять молитвослов. Во-вторых, пасхальная служба происходит в течение всей недели. То есть, каждый день мы совершаем такое же богослужение, как и на саму Пасху. И после каждой литургии утренней совершается крестный ход. То есть, очень такое, действительно, торжество, крапление святой водой. Обычно дети очень это любят. Поэтому, если не сможет кто-то в воскресенье прийти, можно прийти утром, в любой день на неделе. И тоже прикоснуться к богослужению праздника. А в техническом вузе края вывели новый рецепт кулича. Понравится он и православным, и любителям полезной пищи. Какие секретные ингредиенты таит в себе экспериментальная версия религиозного кушания узнавал Данил Кузнецов. Как сделать вкусный кулич? Для начала замешать в пропорции 50 на 50 муку и нет, небыстро растворимую кашу, как может показаться сначала. Это специальная смесь, которая улучшит качество выпечки. В эту смесь входят масличные культуры, семена льна, семена подсолнечника, тыквы. Елизавета Расторгуева проводит опыты с рецептурой кулича для исследовательской работы, которая скоро может перерасти в дипломную. Смесь семян в куличе делает привычный пасхальный хлеб и интереснее, и полезнее. Лен, подсолнечник, тыква нормализуют микрофлору, способствуют лучшему всасыванию еды в желудке и замедляют старение, подчеркивают специалисты даже технического вуза. Антиоксиданты работают на улучшение всей системы сердечно-сосудистой, кроветворительной, потому что они способствуют тому, что естественные компоненты сосудов и крови получают больше устойчивость в отношении к свободным радикалам, то есть к старению, грубо говоря. К тесту мастер добавляет 5% творог. Для классического кулича ингредиент новый и придает тесту мягкость и нотки молочности. Такой рецепт Елизавета вывела меньше года назад, но в целом куличи печет с детства. У нас семья православная, мы все ждем очень этот праздник, и всегда, наверное, со школьных времен с мамой очень люблю печь именно куличи, именно булочки с сахаром особенно для нас, это очень важный момент. Полчаса в духовке при температуре 180 градусов и кулич готов. Украшение без изысков. Классическая шапочка из белковой глазури – лучшее дополнение, но и ее можно улучшить, например, добавить ягоды, как в случае с розовым куличом. И последний штрих. Тесто очень мягкое, и это просто фантастика, потому что обычно пасхи сухие, но вот это, она прям сочная, то, как нужно. Данил Кузнецов, Александр Антропов, День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова